В Священном Писании Всевышний говорил о том, что придет Масих, который станет спасителем мира. Жизнь Иссы свидетельствует нам о том, что он на самом деле тот, о ком предсказывали пророки. Пророк Исайя предсказал, Дева зачнет и родит сына. Несколько веков спустя рождение Иссы от непорочной девушки Марьям стало исполнением этого пророчества. Писание говорит, что чудесное рождение Иссы – знак от Всевышнего, что этот ребенок – Масих, тот, кого он называет своим сыном. Через чудеса, которые творил Иса, люди видели силу Всевышнего. Он исцелял людей от болезней и прощал им грехи, открывая им путь к вечной жизни в раю. Он пролил свою кровь в жертву за все человечество и воскрес, победив смерть. Исам Асих сказал, у меня есть власть отдать свою жизнь и снова взять ее. Жизнь Иссы не только исполнила предсказания пророков, но также подтвердила истину священного Писания. Писание говорит, трава засыхает, вянут цветы, а слово нашего Бога пребудет вовеки. Сам Иса сказал, небо и земля исчезнут, но мои слова не утратят своей силы. Иса пришел для того, чтобы дать нам жизнь во всей ее полноте. Когда человек ослушался Создателя в Эдемском саду, он избрал свой собственный путь. И поступок человека отделил его от Создателя. Священное Писание говорит, все согрешили. И возмездие за грех – смерть. Это означает духовную смерть, вечное отделение от Всевышнего. Всевышний послал барана для жертвы вместо сына Ибрахима. Таким же образом он послал Иису Масиха, чтобы тот умер за наши грехи. Его жизнь, смерть и воскресение восстановили взаимоотношения между Всевышним и теми, кто надеется на него. Теперь тем, кто следует за Исой, не только прощены их грехи, но они также избавлены от вечного суда Всевышнего. У них есть уверенность в том, что они будут в раю и что будут вечно жить со Всевышним. Воскреснув из мертвых, Иса сказал своим последователям, что Всевышний простит грехи тем, кто покается и обратится к Нему. Он также сказал, что пошлет Святого Духа, чтобы показать своим последователям истину и дать им силу следовать путями Всевышнего. Чтобы стать последователями Исы, нам нужно принять его жертву как плату за наши грехи и попросить Всевышнего очистить нас и сделать такими, какими Он хочет видеть нас. Когда люди готовы стать последователями Исы Масиха, они могут обратиться к Нему в простой молитве. Если сейчас вы готовы открыть свою жизнь Всевышнему, то в своем сердце можете обратиться к Нему с такой молитвой. О Всевышний Бог, Ты святой и великий, благодарю Тебя за Твою любовь ко мне. Я сожалею, что нарушал Твои повеления и грешил против Тебя. Благодарю Тебя, что Ты послал Ису, чтобы Он умер в жертву за мои грехи и воскрес из мертвых. Благодарю Тебя, что этой жертвой Ты избавил меня от заслуженного наказания. Я принимаю Ису как моего повелителя и спасителя. Благодарю Тебя за прощение моих грехов и дар вечной жизни с Тобой. Пошли мне, Твоего Святого Духа, и научи меня следовать Твоим путем. Пожалуйста, сделай меня таким, каким Ты хотел бы меня видеть. Пусть имя Твое будет прославлено по всей земле. Аминь. Иса сказал о своих последователях. Мои овцы слышат мой голос. Я знаю их, и они идут за мной. Чтобы испытать жизнь во всей ее полноте, которую обещал Иса, его последователи общаются с ним в молитве и читают его слова в Священном Писании. Они рассказывают о нем другим и встречаются с теми, кто любит его и следует за ним. Они всегда помнят его прекрасное обещание, которое он дал, когда возвращался к Отцу. Мне дана вся власть на небе и на земле. Я буду с вами всегда до скончания века.